здравствуйте дорогие друзья скажу сразу не хочу никого обидеть или задеть религиозных чувств и если кто-то искренне верит что храмы это храмы то пожалуйста не смотрите дальше однако если вы все решили смотреть то учтите что вам потом с этим жить сегодня речь пойдет о дугнинском механическом заводе с 300-летней историей который был расположен во фрезерском районе калужской области почему был потому что его больше нет все съемки с места которые будут далее это теперь история так как мы были там именно во время сноса старинных зданий и более съемок с этого завода вы не увидите нигде и никогда наше прошлое уничтожалось у нас на глазах и больно что мы никак не могли на это повлиять время съемок август сентября 2018 года впервые дугнинский завод упоминается в 1689 году в связи со строительством здесь железной кузницы в 1690 году с легкой руки львана рыжкина началось с оружием железного завода на его территории сохранялись постройки начала 18 века кроме того под ними были обнаружены сеть подземных ходов поселок при заводе основан в 1709 году никитой демидовым построившим по указу петра первого чугунно-литейный завод выпускавший якоря пушки картечь чугунно-литейный завод в дугнея находился в 40 верстах от калуги вниз по течению реки ока и в 12 верстах от станции сызранско-вязинской железной дороги ферзикова в 1766 году на нем уже выработано чугуна 190 тысяч пудов железо выковано 30 тысяч пудов 1785 году завод имел два доменных горна на нем выплавлялась до 140 тысяч пудов чугуна который частью перерабатывался на месте а большей частью отвозился для переплавки на железо в людиновский завод и на другие в 1910 году на дугнинском чугунно-литейном заводе работают 450 рабочих из домны выплавлялось 90 тысяч пудов изделий из вагранки получалось 80 тысяч пудов разных изделий таким образом стартовав начале 18 века с малых железоделательных проектов подхваченных последствий купцами демидовыми которые превратили их проекты большие дугнинский чугунно-литейный за три века много чему научился и многое чего самого разнообразного отлив от штыков горшков сковород вьюшек и печных задвижек до пушечных ядер для армии кутузова и изумительной красоты барельефных плит которые более полутора веков держит на своих плечах памятник святому князю владимиру что высится в киеве над днепром в селе дугнинский завод находилась церковь петра и павла деревянный колокольний на каменном фундаменте с пределом во имя симеона столкняка построенная в 1774 году тщанием прапорщика петра евдокимовича демидова зимняя часть была перестроена в 1878 году колокольни и летняя церковь построены 1878 и в 1883 годах трапезная расширена в 1907 году престолов было три во имя святых апостолов петра и павла в правом пределе преподобного семена столкняка в левом освященном в 1914 году во имя святителя николая чудотворца на плане дугнинских заводов составленном в 1756 году сержантом архитектуры иваном парфентьевым указана деревянная церковь из ведомости асессора арбузова в 1753 году на территории завода на месте деревянной церкви строится каменная с колокольней во имя первопрестольных апостолов петра и павла с пределом семена столкняка полу стилается чугунными плитами 70 80-е годы 20 века завод производил литье колодок для железнодорожного электроподвижного состава мелющих тел ядер для цементной промышленности гильз цилиндров для двигателей компрессоров а также штамповку корпусных элементов электротермического оборудования выпуск трубопроводной арматуры печного литья декоративных оград но в основном газовую и пароводную арматуру гордостью завода было производство ковкого чугуна это единственное предприятие в калужской области и заводов россельхозтехники которая его производила площадь завода составляет 13 200 квадратных метров земельным участком в 4 гектара завод располагался в живописной долине реки дугна между двумя высокими холмами существует собственная плотина на реке в 2015 году предприятие признано банкротом и на заводе была последняя плавка 8 сентября 2015 года по объявлению на сайте авито он был куплен за 5 миллионов рублей здание пущены под снос корпус литейного цеха являлся памятником архитектуры статус памятника был присвоен постановлением совета министров с фсср от 30 августа 1960 года номер 13 27 с присвоением государственного номера 4 3 0 22 6 0 0 последнее подтверждение статуса памятника было 16 мая 2017 года конец краткой официальной исторической справки да столько раз завод находился на грани и в более тяжелые времена и всегда выживал а тут тяжело осознавать что с помощью иванов память отцов предавших завод ушел в никуда оставшись только на фотографиях друзья вы наверняка обратили внимание что в официальную информацию вкралась явная нестыковка по одним данным церковь построена в 1774 году петром евдокимовичем демидовым а по другим данным асессор арбузов в 1753 году записал в свои ведомости что церковь строится и в 20 лет видимо нормальное дело для официальных документов тут хочу особо подчеркнуть что под снос определили все кроме того что теперь является церковью петра и павла вы конечно скажете что на территории завода вполне мог быть свой храм конечно мог быть не спорю и более того возможно он был на самом деле так в официальной информации о нем имеется упоминание к тому же вот здание с полом значит там и была церковь все ведь просто чтобы предупредить высказывание вне объективности в том что я натягиваю сову на глобус давайте разберем обе точки зрения оперируя лишь фактами и логикой первое официальная точка зрения говорит нам что это обычный храм какие аргументы есть поддержку этой версии самый железобетонный аргумент это все знают что храмы это храмы как говорится с этим не поспоришь а если серьезно похоже это здание на храм да похоже по крайней мере она похоже на то что нас приучили считать храмами как бы там ни было но сходство очевидное второй аргумент мог на территории завода находиться храм да мог ничего сверх естественного тут нет да еще на куполе стоит крест вот на этом собственно и все даже добавить нечего все аргументы за официальную версию на этом заканчиваются теперь давайте разберем другую точку зрения наличие или отсутствие церкви на территории завода как это скажется на технологическом процессе да никак на работу завода повлияет только отсутствие сырья или средств его переработки то есть если церкви не будет завод будет работать а вот отсутствие доминой печи работу завода прекратит если все же на секунду предположить что это здание именно церковь куда приходили рабочие местные жители помолиться за успех металлургии так вот если эта церковь то где производилась плавка руды до сих пор на территории завода повсюду имеются горы руды уже перемешанный с известью и углем это называется шифта подготовленный к переплавке материал сейчас кто-то и расскажет что мол вот и попался ведь всю эту руду привезли в советское время а этого друзья никто и не отрицает эта руда явно недопотопная привезена именно советское время вопрос для чего ее привезли сюда уж точно не для хранения ее привезли сюда для производства чугуна логично логично но глядя на общую панораму завода мы не видим плавильной печи в современном ее представлении возникает логический вопрос а где же тогда плавили эту руду вы скажете что печь уже снесли хорошо смотрим старые фотографии на них мы также не видим плавильной печи ни на современных не на старинных фотографиях мы нигде не видим доменной печи в привычном нам сегодняшнем виде однако мы знаем что завод был из руды делали чугун а затем его на этом же заводе переделывали железо или нет не было никакого завода для людей далеких от терминологии металлургии хочу немного объяснить для получения железа руда проходит как минимум две плавки первая плавка осуществляется в печи шахтного типа называемый дом на или вагранка в результате плавки получается чугун очень хрупкий металл и по технологии для переплавки руды в чугун требуется именно шахтная печь то есть вертикальная которая по высоте может быть гораздо выше остальных зданий для переделки чугуна в железо ну или сталь требуется конвертер или мартеновская печь и они вполне могли уместиться по высоте в любом из сохранившихся корпусов и собственно там и размещались а вот для переработки руды нужна высокая шахтная печь ее в корпуса высотой два этажа ну никак не вместить то есть по сути основного самого первого звена в производстве железа здесь мы и не наблюдаем но тут нужно понимать что если мы чего-то не видим это вовсе не значит что этого нет друзья для сравнения хочу показать вам несколько фотографий и прошу ответить на вопрос что вы видите вот прямо сейчас пока вы еще не смотрели дальше поставьте на паузу и напишите пожалуйста в комментариях что вы видите на экране и где вы уже видели что-то подобное вы все еще думаете что это церковь все еще уверены что купольные сооружения никак не связаны с промышленным производством не буду вас долго томить друзья мои это не церковь и никогда ею не было это северская домна вы спросите а при чем тут северская домна да собственно ни при чем если только не считать что согласно даже официальным данным приведенным на сайте музея северской домны цитата восьмигранное здание с куполообразной крышей и литейным двором напоминает храм при его постройке использовались приемы элементы и кладка характерные для возведения церквей конец цитаты только вот из северской домны сделали музей а дугнинский завод снесли вот и вся разница чтобы вам было понятнее тут хочу пояснить что само здание не является собственно плавильной печью домна находится внутри а здание окружает саму печь и всю инфраструктуру именно поэтому мы не видим домины печи на фотографиях даже старинных а учитывая что здание нашей церкви самое высокое на территории завода выше остальных производственных корпусов то все становится на свои места теперь давайте зайдем внутрь нашего храма первое что нам бросается в глаза это фрески мы не можем утверждать когда именно их нарисовали возможно что сразу после постройки а возможно и при переделке в 1878 году это всего лишь предположение но что мы знаем точно так это их не рисовали в советское время или в конце 90-х так как фрески все старые еще мы знаем что прямо под центральным отверстием купола здесь круглое отверстие в полу закопченными кирпичами и это уже не догадка не предположение это факт очевидно что тут стояла что-то круглое и высокое которое сломали покидали обломки внутрь приди мы всего на день позже здесь бы залили бетонный пол как в алтаре и все шито крыто ничего не доказать а как мы помним из официальной справки пол храме был уложен чугунными плитами к этим плитам мы еще вернемся далее на ваш вопрос а зачем на промышленном здании делать столько украшений орнаментов отвечу что этот вопрос мы уже рассматривали фильме про красивую заводскую трубу которая имеет рюшечки и украшения таков был подход наших предков все делать добротно красиво и с любовью даже производственные сооружения что касается современного креста на церкви мало того что это новодел так он еще и смотрится непропорционально его прилепили где-то в 90-х годах прошлого века ибо на фотографии сделанный в 1990 году креста еще нет так же его нет и на фотографиях 19 века более того на том месте где сейчас стоит крест мы видим купольный барабан который зачем-то потом сломали интересно кому он помешал то есть на старых фотографиях христов тоже нет зато есть пирамидка на колокольне неужели правда там кого-то хоронили друзья а теперь предлагаю перейти от теоретической части к осмотру построек на территории завода здание подстанции что мы сейчас видим когда-то было частью церкви это легко понять по нашим все украшением старые фотографии также это подтверждают что интересно в подстанции есть нижний этаж это алтарь это окно которое сделано из двери которая в свою очередь была сделана из окна в стене имеются какие-то технологические проемы в них есть копоть повсюду на территории валяются куски железа и флаг видимо крестьяне на лаптях принесли а иначе откуда им взяться на металлургическом заводе это здание называется вспомогательный цех называлась а сейчас это просто очередное здание под снос обратите внимание на арку судя по пропорциям ширины и высоты она как минимум на 1-2 метра в земле то есть территория завода засыпана но видно что пытались расчищать заходим внутрь здания бывшего вспомогательного цеха мы видим кирпичный пол вот это вот брусчатка явно это не жилое помещение также мы видим заложенные большие арки и ниши внутри помещения для чего на заводе ниши там стояли вазы статуи или что-то другое если обойти здание с обратной стороны том мы увидим такую же широкую низкую альтернативу арку как мы видели с передней части это все тот же вспомогательный цех интересная деталь арки современного белого кирпича видимо когда в советское время делали пристройку хотели сымитировать древность все это место называется рудниковая площадь здесь проводились ярмарки устраивались гуляния слева это наш вспомогательный цех и без всяких пристройок а по центру снимка это церковь без крестов и с пирамидой на колокольне и нигде не видно доминой печи а вот так это место выглядит сейчас зайдя в другое помещение этого здания мы снова видим кирпичную брусчатку и дверь сделанную из окна друзья на северки думаю вы уже сами обратили внимание позже мы к ним обязательно вернемся здание было более длинным часть его сломали еще раньше а торчащие стены кирпичи просто прикрыли листами железа сейчас мы с другого торца вспомогательного цеха обратите внимание на арочный проем в наше время из него сделали низкое окно но четко видно что оно заложено снизу причем совсем недавно кирпич свежий еще хочу показать вам оплавленный в печи кирпич как он выглядит если он оплавлен именно в печке в в одном из фильмов об экспедиции 2018 года на красивую мечу я показывал храм ссылка на него будет в описании так вот в стенах этого храма также были оплавлены кирпичи но там оплавление совершенно иного рода но тогда мой вопрос о принципиальной возможности использования при строительстве храма оплавленного кирпича этот вопрос не был услышан мне писали в комментариях что тот кирпич оплавился при обжиге или в обычной деревенской печке и это при том что толщина оплава тогда была менее миллиметра и всего с одной стороны друзья вот так выглядит кирпич который оплавился в печке он оплавился с нескольких сторон и попекся наполовину именно так выглядит долгое воздействие высокой температуры знакомые петли на дверях где то мы такие уже видели огромные петли для маленькой двери а теперь мы идем к литейному цеху точнее к тому что от него осталось и тут друзья внимание старым корпусам завода в советское время были пристроены новые подчеркиваю не к жилым домам а к корпусам завода да да эти два этажа с арочными окнами это заводские цеха а а а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Обратите внимание на наклонные подоконники на втором этаже. Как мы часто видели такие же в подвалах и нижних этажах. И нам всегда говорили, что это специальные подоконники, которые делают только в подвалах. Подоконник скошен, чтобы проходило больше света. С этим никто не спорит. Но вот насчет специальной подвальности таких подоконников, думаю, можно даже не спорить. Вы все видите сами. Арка в землю. То есть, с этой стороны она еще могла бы послужить, если бы не грунт, по другую сторону стены. Вряд ли это так строили. А вот просело ли здание, или эту культуру наравняли дорогу снаружи, пусть с этим официальные историки разбираются. Окно начинается прямо от камня. То есть, подоконник не кирпичный, а на каменном основании. Как бы сказали сейчас, прямо на фундаменте. Значит, для технологического здания было в порядке вещей возводить высокие каменные фундаменты. И при этом здание все равно просело. Возможно, это уже переделка в 19 веке более раннего здания. Друзья, а теперь мои любимые стяжки. Смотрите внимательно, ибо сейчас вы видите ответ, зачем в старинных зданиях в стены закладывались полосы железа. Так вот, для механической прочности производственных сооружений. Ни больше, ни меньше. На ваших экранах с цеха, где производилась обработка, отлитого на заводе металла. Кузнечно-прессовое, штамповочное и прочее оборудование располагалось в этих цехах. Даже в советское время и перепрофилирование завода после революции 1917 года не производилось. Оно как было металлургическим с момента основания, так им и осталось до последнего дня. Это шестигранники. Это напольная чугунная плитка горячего цеха. Кто сам работает в горячих цехах, знает, что пол там услан чугунными плитами. Плиты эти бывают разных форм и размеров, но смысл у них один. Отведение тепла и износа стойкости. Бетонный пол будет выкрашиваться, если на него что-то уронить. К тому же из-за своей пористости случайно пролитый металл на бетонном полу дольше застывает и, соответственно, это время изымается из производственной работы. Помимо всего прочего, чугунные плиты на полу – это стратегический запас на случай перебоев с поставкой сырья. А теперь вспоминаем историческую справку. Чем был услан пол в церкви? Правильно, чугунными плитами. Этими самыми. Спрашивается, зачем в церкви делать чугунный пол? Ну, при церкви, как и в некоторых церквях, работают ножики с перфораторами и даже тяжелой техникой. Производственные корпуса сносят прямо сейчас. Камни загружают в мельницу дробилку и превращают в щебень. Такое вот безотходное уничтожение улик. И одно дело, когда ты просто узнал, что где-то что-то снесли, закопали или сгорело. Тогда возникает чувство печали, отчаяния, гнева, непонимания. Но когда ты сам видишь, как на твоих глазах уничтожают историю, то возникает просто боль. Причем боль вдвойне из-за того, что уничтожается наше прошлое и от того, что ничего не можешь с этим поделать. Друзья, поэтому я прошу вас, сделайте, пожалуйста, репосты этого фильма везде, где только сможете. Хочется верить, что однажды его увидят ответственные лица и виновные за снос понесут наказание. А теперь предлагаю перейти к плотине завода. Это новая плотина, построенная в советское время. А к старой ведет такая вот протока. Эта протока по бокам обложена камнем. Похожую стену мы уже также видели в фильме с экспедицией на красивую мечу. Тогда скептики мне говорили, что она природного происхождения. Видимо, здесь она тоже природного происхождения. Причем сразу оштукатуренная. Вы себе штукатурили, что она не обступала? Да, это вот штукатурка. Видна толщина окладки. И здесь ничего замысловатого нет. Обычная подпорная стена, причем за столько лет, под давлением грунта, она не обвалилась. Хотя сложно, на первый взгляд, не очень аккуратно. Друзья, выводов никаких делать не буду. Вы все видели сами. У нас подло украли наше прошлое. Подменили красивой сказкой. При этом они нам с пеной у рта доказывают, что они тут ни при чем, а лжецы это мы. Справедливости ради хочу отметить, что я не говорю, будто все храмы это заводы. И, кстати, никогда не говорил. Купольные здания могут иметь разное назначение. Но по какой-то иронии судьбы мне попадались именно те, которые изначально имели производственное назначение. Ну и напоследок еще два рисунка из других регионов. Это печь для производства древесного угля. А это с арочными окнами, конечно же, все церкви. Стоят они в один ряд совершенно случайно. И это у них одновременно нарисован пожар. Друзья, относитесь к любой информации критически. Будь то официальная или альтернативная. У нас украли наше прошлое только потому, что не все еще думают своим умом, а пользуются школьным шаблоном. Искренне веря, что раз в книгах так написано, значит это правда. Не хотел никого обидеть или задеть чувств искренне верующих. Если такое случилось, то прошу прощения. Но правда это всегда горькая таблетка. На этом я с вами не прощаюсь. Много еще имею сказать вам, но на сегодня достаточно. До встречи в следующих фильмах. Тема будет продолжена. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok